Меня хорошо слышно? Да, Алексей, добрый день, добрый день. Я хочу просто попросить вас дать не столько даже отзыва, сколько немножко рассказать о том, как мы с вами это все дело начинали. Потому что вы купили у меня коучинг, правильно? С Робофорексом установили мы вам таймору. Учились вы недолго. Насколько я помню, я заставлял вас уже на второй месяц открывать Реал, да? Реал был открыт сразу с первого дня. С первого дня, да? То есть где-то вы начали торговать через месяц, наверное, на Реале, после того, как мы установили таймору. Да, 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 это была причина, потому что причина была, мы торговали на дымке тогда, причина была длительный ход денег до счета. А, это же из Белорубуси, я помню, вы пробивали вот эти все официальные платежи на Швейцаре, да, все сделали. Хорошо, мы начинали с небольшого, ну, со счета в 10 тысяч долларов. Да, первая сумма была 10 тысяч долларов, это вот 12 числа, это 12 декабря, да? Сейчас у нас 2-й, 2-й, 0-й, 3-й. Расскажите, как развивались события? Я помню, первые полтора месяца вы понервничали. Первые полтора месяца была школа молодого бойца, и не очень хорошее время для торгов, потому что это были предновогодние праздники, рождественские. Да, 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 оно все застопорилось, падал фунт, я помню. Крайне неактивно, да, поэтому было время понервничать. Ну, собственно говоря, ситуация достаточно быстро вырулилась в положительное русло, и когда, собственно говоря, еще один такой момент, когда было совсем плохо, ну, то есть не то, что плохо, в реальности, а страшно. Мне страшно, да. Я еще кинул 8 тысяч долларов, у меня счет составлял суммарно 18 тысяч долларов, минус, собственно говоря, та сделка, которая была на текущий момент. Вот эта цифра. Вот 13-го, 0-1-го, ровно через месяц я докинул еще 8 тысяч, у меня на счету было 16. 16, угу. То есть, да, в сделках у меня зависло минус 2 тысячи. Потом ситуация крайне быстро выровнялась, я закрыл уже к концу месяца, 1-го января, уже закрыл, фактически вышел больше, чем 0, и вот до сегодняшнего дня, тву-тву-тву, вот я мотаю, мотаю, вот сегодняшний день мой показывает 23 тысячи. То есть, прирост за 2,5 месяца, учитывая мертвый декабрь и мертвые половины января, 5,5 тысяч на сегодняшний день. Ну, этого больше, чем достаточно. Вот вы меня сегодня спрашивали, что, Гена, как бы, что посоветуешь, что я могу вам посоветовать, я говорю для вас, говорю для тех, кто это будет слушать, что я разошлю эту информацию по своей базе, чтобы люди просто понимали, как это, что это возможно реально зарабатывать на Форексе, потому что мы работаем со швейцарским банком, мы используем торговую платформу американского происхождения. Правда, несложно 100 долларов платить, если вы 5 штук зарабатываете? Ну, это же нормально. Ну, да. Другой вопрос, да, конечно, если у человека счет 100 долларов, ну, понятно, что мы не разгоним его, не разгоним его, это нереально. А на нормальных счетах все же работает. А на нормальных счетах все работает. Есть несколько моментов, которые хотелось бы сказать для людей, которые начнут работать на этой схеме, они будут очень полезны. Вот то, на чем обжегся я, да, прежде всего, вот крайне рекомендую слушать Геннадия, потому что именно слушать то, что он говорит, потому что неправильный шаг в сторону от его инструкции обнулить ваш диапазит. Если будете делать все правильно, так, как он вам говорит. Особенно первый месяц, полтора месяца. Особенно важно первое время, да, не косячить, не заниматься самоуправством, а слушать то, что говорят, потому что это крайне опасно, когда нет абсолютного понимания, чего делаешь. И, собственно говоря, у меня понимание картины, как это все работает, прошло только через полтора месяца. Прошло через полтора месяца старта работы. То есть только после этого я уже более-менее стал понимать, и, собственно говоря, до сегодняшнего дня еще учусь, и совершая ошибки, пытаясь их исправлять, все нормально. Единственное важное, да, это слушать то, что говорит преподаватель, потому что без этого вы сольете свой счет крайне-крайне. Это просто вопрос опыта, по-любому, потому что 10 лет – это все-таки опыт, не год, не два, не три, да, все-таки пройденные Крым и Рим и медные тарубы в этом плане. Хорошо, значит, я понял, что у вас все в порядке, слава богу, все хорошо, двигайтесь дальше, еще раз говорю, без фанатизма не передергивайте. Я лично считаю, что 5-7% в месяц более чем достаточно, не обязательно делать за, не знаю, 30% к депозиту за 3 месяца или 40. А мне больше не надо. Самая вот интересная система, которая у меня вырисовалась, что, собственно говоря, я сделал, например, с утра сделки, как вы научили, и фактически это весь день пошел, да, и самые удивительные, самые прибыльные дни были, когда, например, там сижу, условно говоря, с женой в баре, смотрю на телефон, у меня там плюс 500, плюс 700. Вот это то, о чем я говорил. Вы помните, Алексей, как первое время я вас сдерживал и говорил, что вам не надо так говорить. Все правильно, да. Как только вы начинаете углубляться в графике, все, это вафли. Это нервотрепка, это никому не надо. Сделал сделки, ушел, пришел, смотришь, вот есть прибыль, нету прибыли, дальше там подумал, посмотрел, что надо делать. Как сейчас, какой алгоритм у вас работы, вот в течение дня, как часто, что вы делаете? Ну, начнем с того, что, скажем так, учитывая, что всю сложившуюся картину, могу рассказать в трех словах. Давай. Как так, проснулся утром, утром, да, часов в 12, условно говоря, на сутки, да, часов в 11 уже можно открывать компьютер, да, то есть в часов в 10-11 утра по минскому времени можно открывать компьютер, смотреть, что происходит. Ага, то что вы не бежите, как все остальные в 6 утра, да? Нет, нет, этого смысла нет, потому что рынок мертвый, расторговка нет, расторговка начинается, когда включается Европа. Ориентировочно я обратил внимание, что это начинается с 10 часов, с 9 до 10 часов утра, вот, по минскому времени. Ну, да, это час уже работает. Посмотрел я свои сделки, например, к этому времени у меня есть некая портфолио сделок. У этих сделок есть уже некая рабочая сумма, которая, ну, работает по определенному закону. Да. Да, я принимаю решение, что мне делать. Либо дополнять, либо не дополнять эти сделки, либо там усреднять, не усреднять, либо другие схемы работы применить. Ну, я помню, мы с вами долгое время обсуждали тему процента equity, который мы используем. К какому сейчас вы пришли в варианту для себя, какой процент вы используете equity в работе? 10, конечно, максимум. 10, максимум, да, просто, чтобы чувствовать себя спокойно. Желательно, чтобы было 5-7. Тогда можно спокойно перенести любую бодру. 5-7% это вот 10-10, это вот если начинается движ, 10-15, если вот начинается движ, как вот сегодня он произошел, кратковременный, я увеличил использование плеча до 15%, быстро заработал и закрыл. То есть, вот то, что я заметил, скажем так. И на выходные... Моментальные движения, то есть их надо чувствовать. Я их начинаю, я не понимаю, как они происходят, я уже чувствую, что вот пошло движение, пошло быстрое движение, когда можно быстренько подключиться и заработать. И я пользуюсь этим крайне редко, это достаточно довольно опасно, но вот в этот момент я позволю... Да, я думаю, вы отойдете от этой мысли, когда появится на счете больше денег. Эти риски, в принципе, краткосрочные, они, к сожалению, тоже разматывают психику. И проблема-то не в том, чтобы заработать. Дело в том, чтобы не зависеть от того, заработаете вы или нет. Поэтому это... И самое... Для меня здесь гораздо более важное, то, что я заметил и принял для себя, это находиться в морально устойчивом положении. То есть, неважно, что происходит, я себя спокойно чувствую. Конечно, это можно делать только при определенных условиях, когда используется определенный процент плеча и когда я не накосячил сделках. То есть, когда я не совершил ошибки при заключении сделок, при дополнительных каких-то операциях. Когда делаешь все по учебнику, в принципе, чувствуешь себя спокойно, прежде всего. Вечером приходишь и приятно удивляешься, как правило. Либо вот там. Вот одно и таки правило работы. В принципе, я доволен, что у вас все получается, что все хорошо. Самое главное, я помню ощущения, которые были у меня, когда... Гена, что мне делать? Что дальше? Я правильно зашел, я неправильно зашел в сделку. Этому у вас уже нет психоза. Деньги заработали какие-то. Но самое главное, что где-то через полгодика у вас сложится еще более простая и четкая картина, чего делать, чего не делать. И даже дело не в картине, а в том, что вы перестанете переживать вообще о том, что происходит. Потому что мы не ловим тренд. Нам все равно, что куда растет или падает. Мы пользуемся системой, которая изначально установлена. Я помню, первую версию RoboForex мы немножко подкорректировали для того, чтобы все-таки заходить немножко в более комфортных для себя точках. Это дало нам сэкономить немножко времени по... То есть тот алгоритм, который мы применяем, сейчас он изначально был немножко другой. Но даже с первым алгоритмом RoboForex, в принципе, если не перегибать палку, то вот этот момент, который я всегда наставил, что если время работает против вас, значит, вы в конечном итоге проиграете. В нашем случае время работает на нас. Я думаю, вы в этом убедились. И будем, в общем-то, предлагать эту программу дальше, чтобы люди могли зарабатывать. Единственное, что, конечно, счета совсем маленькие, но это нереально. То, что нам дает гарантию и того, что время работает на нас, это то, что это швейцарцы. Пожалуйста, у них свои карты, сейчас все. Вы сейчас можете в дукоскопе в течение получаса открыть швейцарскую карту, туда все выводить. Вам это не нужно, но потенциально это уже готово, это сделано, это уже работает у них полгода. У них еще проще есть. У них еще проще есть. Еще проще, да? Совсем проще. Даже не надо делать свою карточку. Все элементарно вводится на мастер-карт обыкновенный, который можно открыть в любом банке валютный. Элементарно. Единственное, только надо сделать там у них электронный кошелек, через этот электронный кошелек, который не является никакой банковской, скажем так, системой. Обыкновенная система электронных платежей, типа Яндекс.Деньги, выводить с этой системы себе на карточку. Пожалуйста, элементарно. Все делается за считанные часы. Я уже этот цикл провел. Не надо даже в Швейцарии карточку заказывать. Все, я понял. Ну, Алексей, спасибо большое за отзыв. Я запишу это все, отправлю по своему подписному листу, чтобы люди, в принципе, обращались и понимали, что все это работает. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!